Говард Филлипс Лавкрафт Сборник Зов к Туху Храм Рукопись, найденная на побережье Юкатана 20 августа 1917 года Я, Карл Генрих, граф фон Альберг Эренштейн Командор-лейтенант военно-морского флота Германской империи Вверяю эту бутылку и записи Атлантическому океану В месте точной координаты которого мне неизвестны Это примерно 20 градусов северной широты и 35 градусов западной долготы Где на океанском дне беспомощно лежит мой корабль Я поступаю так в силу желания сообщить другим некоторые необычные факты Нет шансов, что сам я выживу и смогу рассказать об этом Потому что обстоятельства как крайне необычайны, так и угрожающи Я имею в виду не только безнадежное повреждение лодки Ю-29 Но и катастрофическое ослабление моей немецкой железной воли В полдень 18 июня, как было положено по радио Ю-61, идущей в Киль Мы торпедировали британское транспортное судно Виктори, шедшее из Нью-Йорка в Ливерпуль Вместе с координатами 45 градусов 16 минут северной широты, 28 градусов 34 минут и западной долготы Мы позволили экипажу покинуть корабль, который тонул очень эффектно Сначала ушла под воду корма, нос высоко поднялся из воды, а корпус погружался перпендикулярно дну Наша кинокамера ничего не пропустила, и я сожалею, что эти прекрасные кадры никогда не попадут в Берлин После этого мы потопили шлюпки из наших орудий и ушли под воду Когда мы перед закатом всплыли, на палубе оказалось тело матроса Его руки каким-то образом вцепились в поручни Бедняга был молод, довольно смугл и вполне красив Скорее всего, итальянец или грек, без сомнения, из экипажа Виктори Очевидно, он искал спасение на корабле, которому пришлось уничтожить то судно, на котором он плыл Очередная жертва грязной войны, развязанная этими псами, английскими свиньями против нашей отчизны Мои матросы обыскали его на предмет сувениров и нашли в кармане куртки очень странную фигурку из слоновой кости Резная голова юноши в лавровом венке Мой ближайший помощник, лейтенант Кленца, решил, что вещь эта древняя и представляет художественную ценность Поэтому забрал ее себе Как она могла оказаться у простого матроса, ни он, ни я представить не могли Когда тело выкидывали за борт, произошло нечто необычное, серьезно взволновавшее команду Глаза трупа были закрыты, однако когда его волокли к перилам, они распахнулись И многим показалось, что они пристально и насмешливо посмотрели на Шмидта и Циммера, склонившихся в тот момент над телом Боцман Мюллер, человек уже в возрасте, мог бы повести себя и поразумнее, хотя и был полным предрассудков и лизавским свинопасом Его настолько потряс этот взгляд, что он продолжал следить за телом, упавшим в воду И клялся, что когда оно погрузилось, то расправило члена, приняв позу пловца, и направилось под волнами на юг Мне и клиентце не понравились эти проявления крестьянского невежества, и мы устроили выволочку команде, Асадену Мюллеру На следующий день случилась новая неприятность, заболели несколько членов команды Судя по всему, последствия нервного перенапряжения в длительном плавании и плохого сна Некоторые из заболевших выглядели рассеянными и подавленными Удостоверившись, что они не симулируют, я освободил их от вахта Море было беспокойным, поэтому мы погрузились, на глубине волнения не так заметно Люди тоже стали несколько поспокойнее, несмотря на какое-то странное южное течение, которого не было на наших океанографических картах Стоны больных были решительно несносны, но пока это не сказывалось на боевом духе команды, мы не принимали решительных мер Мы планировали дожидаться в этих водах лайнера Дакия, упоминавшегося в донесении агентов из Нью-Йорка Под вечер мы всплыли, волнение на море успокоилось На севере виднелся дымный струб эскадры, но расстояние и способность погружаться обеспечивали нашу безопасность Куда большее беспокойство вызывало болтовня ботсмана Мюллера, который к утру стал почти невменяемым Он впал в ребячество, слушать которое было противно Городил чаепуху о мертвецах, плавающих за бортом и глядящих на него через иллюминатор И что он узнал в них тех, кто погиб в результате наших славных боевых операций Предводительствовал ими по его словам, тот юноша, которого мы нашли, вышвырнули за борт Это было очень мрачно и нездорово, поэтому мы решили приковать Мюллера и устроить ему хорошую порку Команда не порадовалась его наказанию, но дисциплину нужно поддерживать Также мы отклонили просьбу делегации, возглавляемой матросом Циммером, чтобы фигурка из слоновой кости была выброшена за борт 20 июня заболевшие накануне матросы Бем и Шмидт стали вести себя буйно К великому сожалению, в состав экипажей субмарин не входят врачи, хотя речь ведь идет о жизнях немцев Но нескончаемые вопли и причитания этих двоих о нависшем над нами ужасном проклятии Настолько пагубно влияли на дисциплину, что пришлось применить к ним крутые меры Команда восприняла это с угримым молчанием, зато на Мюллера, похоже, это подействовало успокаивающе И больше он не доставлял нам хлопот Вечером его освободили, и он без лишних слов вернулся к своим обязанностям Целую неделю мы были все на нервах, поджидая Дакию Напряженная обстановка усугубилась исчезновением Мюллера и Циммера Без сомнения покончивших с собой из-за навязчивых страхов Хотя никто не видел, как они бросались за борт Исчезновению Мюллера я был рад Даже просто его молчание влияло на команду неблаготворно Вся команда стала неразговорчивой, словно подавленная тайным страхом Завалевших стало больше, но никто не доставлял хлопот Лейтенант Кленца от постоянного напряжения стал выходить из себя по малейшему поводу Например, из-за дельфинов, собиравшихся вокруг Ю-29 целыми стаями Или из-за становившегося все сильнее южного течения, не значащегося на наших картах Наконец, стало понятно, что Дакию мы упустили Подобные неудачи случаются, но мы испытывали скорее облегчение, чем досаду Ведь теперь нам предстояло возвращение в Вильгельмсхафен В полдень 28 июня мы повернули на север И, несмотря на курьезные затруднения, связанные с необычайно большим скоплением дельфинов Погрузились и легли на курс Взрыв в машинном отделении в 2 часа ночи оказался полнейшей неожиданностью Никаких проблем с работой машин или с персоналом отмечено не было И все же корабль тряхнула жутким ударом Лейтенант Кленце помчался в машины и обнаружил, что топливные цистерны повреждены Двигатель почти весь разворочен, а механики Шнайдер и Раабы погибли Наше положение внезапно стало критическим Хотя химические регенераторы воздуха остались целы и мы могли всплывать и погружаться Поскольку действовали насосы и оставались заряженными аккумуляторы Двигаться лодка не могла Спасаться на шлюпках означало отдать себя на милость врага, испытывающего необъяснимую злобу и ненависть к нашей великой германской нации А беспроводная связь молчала с тех пор, как перед атакой на Викторе мы связывались с подводной лодкой флота Германской империи С момента аварии до 2 июля мы постепенно дрейфовали на юг, без карт и не встречая судов Вокруг Ю-29 кружили дельфины, примечательные обстоятельства принимая во внимание расстояние до ближайшего берега Утром 2 июля мы засекли военное судно под американским флагом и вся команда настойчиво требовала, чтобы мы сдались им В итоге лейтенанту Кленце пришлось застрелить матроса Траубе, особенно настойчиво призывавшего к этому антигерманскому акту Это усмирило команду на некоторое время и мы незамеченными ушли под воду На следующий день с юга прилетела огромная стая морских птиц и океан начал становиться неспокойным Мы пережидали непогоду задраив люки, пока не поняли, что следует погрузиться, чтобы огромные волны не перевернули лодку Мы старались экономно расходовать сжатый воздух и заряд аккумуляторов, но сейчас выбора не было Мы погрузились неглубоко и когда по прошествии нескольких часов море успокоилось, решили снова всплыть Однако возникла новая неприятность Лодка отказалась всплывать, несмотря на все усилия механиков Команда обеспокоила это подводное заточение и некоторые снова припомнили резную фигурку лейтенанта Кленца Но вид автоматического пистолета успокоил их Мы старались занять чем-то наших людей, возились с механизмами, хотя знали, что это бесполезно Мы с Кленцей обычно спали по очереди 4 июня около 5 часов утра, когда я спал, вспыхнул бунт Шестеро ублюдков, зовущих себя моряками, полагая, будто застали нас врасплох С внезапной яростью пытались отомстить нам за отказ сдаться военному кораблю Янке два дня назад Рыча как звери, каковыми по сути они и были, матросы крушили приборы и мебель, выкрикивая всякую чушь и проклятие костяному амулету и смуглому мертвецу, что проклял нас и уплыл Лейтенант Кленцей оказался словно парализован и не решался действовать, проявив худшие черты мягких женоподобных выходцев из Ираинской области Я застрелил всех шестерых, этого требовали обстоятельства, после чего лично удостоверился в смерти каждого Мы выбросили трупы через торпедный аппарат и остались на Ю-29 вдвоем Лейтенант Кленца нервничал и беспробудно пил Нами было принято решение, что мы постараемся прожить как можно дольше, благодаря большому запасу продовольствия регенераторам воздуха, и ни один из которых не пострадал от рук этих грязных скотов Наши компасы, глубиномеры и другие хрупкие приборы оказались разбиты Теперь мы могли только приблизительно определять свое местоположение, используя часы и календарь, и оценивая дрейф по предметам, видимым через иллюминаторы К счастью, у нас были батареи большой емкости, их должно было хватить для внутреннего освещения и для прожекторов на долгий срок Мы периодически включали внешнее освещение, но видели только дельфинов, плывущих параллельно нашему курсу Эти дельфины вызывали у меня научный интерес Обычный Дельфинус Дельфис, подобное киту млекопитающие, не способное долго оставаться без воздуха Я же следил за одним около двух часов, и за это время он ни разу не поднялся на поверхность Прошло много дней, но мы с кленцем решили, что по-прежнему плывем на юг, погружаясь все глубже и глубже Мы наблюдали за окружающей нас океанской флорой и фауной и читали книги на эту тему, захваченные мною ради редких свободных минут При этом я не мог не обратить внимания на низкий интеллектуальный уровень моего товарища К тому же у него был непрусский склад мышления и подверженность бесполезной игре ума и нездоровому воображению Неминуемость нашей грядущей смерти любопытно подействовала на него Он стал часто молиться в раскаянии за всех мужчин, женщин и детей, которых отправил на дно Забыв о том, что все послужившее дело германской нации достойно всяческого одобрения Постепенно он становился все более нездержанным Иногда часами глядел на костяную фигурку и плел фантастические истории о затерянных и бесследно исчезнувших в море Иногда в качестве психологического эксперимента я сам наводил его на эту тему И выслушивал бесконечные выдержки из поэзии и рассказов о затонувших судах Мне было жаль его и не хотелось видеть, как страдает немец, но он был не тем человеком, с которым легко встречать смерть Своим же поведением я гордился, зная, что отчизна почтит мою память и мои сыновья будут брать с меня пример 9 августа мы заметили океанское дно и направили на него мощный луч прожектора Это оказалась просторная холмистая равнина, заросшая водорослями и колониями моллюсков Там и тут виднелись покачивающиеся предметы неопределенных очертаний, обросшие водорослями и ракушками Про которые Кленца сказал, что это останки древних затонувших кораблей Но вот что его удивило, нечто прямоугольных очертаний, выступающие над дном фута на четыре Со сторонами в два фута, гладкими, ровными, с ровной плоской вершиной Я счел это причудливым выступом скалы, но Кленца уверял, что заметил на нем барельеф Спустя некоторое время его стала бить нервная дрожь, и он отвернулся от иллюминатора будто напуганный, но не смог объяснить чем Думаю, он был поражен громадностью, мрачности, древностью и загадочностью океанской бездны Испытание оказалось чрезмерным для его рассудка Но я, более типичный немец, приметил два обстоятельства Что Ю-29 превосходно выдерживает давление, и что странные дельфины по-прежнему с нами Хотя возможность существования высших организмов на таких глубинах отрицается большинством биологов Возможно, я переоценил глубину, но она была без сомнения достаточной, чтобы счесть наблюдаемой необычным Проверив скорость дрейфа к Югу по ориентирам на дне, я убедился, что она в пределах рассчитанных мной параметров 12 августа в 3.15 несчастный Кленца спятил окончательно Он сидел в рубке и светил прожектором, но затем вдруг ворвался в мою каюту, где я спокойно читал книгу, и лицо сразу выдало его Я записываю здесь сказанное им, выделяя те слова, которые он подчеркивал голосом Он зовет! Он зовет! Я слышу его! Мы должны идти! Выкрикивая это, он схватил со стола резную фигурку, спрятал ее в карман и ухватил меня за руку, намереваясь потащить из каюты на палубу В этот момент я сообразил, что он собирается открыть люки и выбраться за борт вместе со мной Вспышка самой и просто убийственной мании, от которой я растерялся Когда я вырвался и попытался урезонить его, он стал действовать настойчивее, приговаривая «Идем прямо сейчас! Не надо ждать, когда станет поздно! Лучше покаяться и получить прощение, чем упорствовать и стать проклятым!» Тогда я попытался применить противоположную тактику Сказал ему, что он обезумел этому жалкому ничтожеству Но он был непреклонен и воскликнул «Если я обезумел, то это милость! Да сжалятся боги над тем человеком, который сможет сохранить рассудок до самого жуткого конца! Идем! И еще не поздно сойти с ума, пока он призывает, будучи склонным к милости!» После этой вспышки и красноречия в его голове словно бы немного прояснилось После нее он стал мягче и попросил у меня разрешения уйти одному, если уж я отказываюсь идти с ним Мне стало очевидным, как следует поступить Он был немцем, но всего лишь рейнландцем и плебеем, и к тому же стал потенциально опасен Уступив его самоубийственной просьбе, я избавлялся от того, кто был уже не товарищем, а угрозой Я попросил его не уносить с собой фигурку, но это вызвало у него приступ такого жуткого смеха, что я не решился повторять просьбу Затем я поинтересовался, не хочет ли он оставить хотя бы прядь волос на память для своей семьи в Германии на случай, если я спасусь Но услышал лишь тот же жуткий смех Итак, он поднялся по трапу в шлюзовую камеру Я подошел к рычагам и с положенными паузами совершил то, что обрекало его на смерть Увидев, что он все же покинул лодку, я включил прожектор в попытке напоследок увидеть Кленца еще раз Меня интересовало, расплющило его давлением на такой глубине, или тело осталось неповрежденным, как у этих необычных дельфинов Но мне не удалось найти своего прежнего приятеля, ибо дельфины сбились плотной массой и заградили обзор Вечером я пожалел, что не забрал незаметную фигурку из кармана несчастного Кленца, потому что воспоминания о ней не давала мне покоя Я не мог забыть прекрасную юношескую голову в венке из листьев, хотя по натуре я совсем не художник Отсутствие собеседника навевало грусть Пусть Кленца было не ровнее мне по интеллекту, но все же лучше, чем ничего В ту ночь мне не спалось, я мог только размышлять о неминуемом конце Шансы на спасение у меня были ничтожные На следующий день я, как обычно, поднялся в рубку и начал осмотр окрестностей с помощью прожекторов В северную сторону вид был точно такой же, как и за последние четыре дня, но я заметил, что дрейф Ю-29 замедлился Направив луч на юг, я заметил, что океанское дно впереди идет под уклон, а местами заметны каменные блоки искусственного вида, расположенные как будто в какой-то системе Океанское дно уходило вниз быстрее, чем погружалась лодка, и мне пришлось повозиться, чтобы направить прожектор вертикально вниз От резкого поворота провода отсоединились, и ремонт занял у меня долгие минуты Наконец, прожектор снова заработал, освещая подводную долину подо мной Эмоции не властны надо мной, но увиденное в электрическом свете вызвало сильное изумление Хотя человеку, воспитанному в лучших традициях прусской культуры, не следовало изумляться, ибо как геология, так и традиция сообщают нам о великих смещениях участков морей и материков Я увидел великое множество расставленных в каком-то сложном порядке разрушенных зданий, величественной, но незнакомой мне архитектуры, разной степени сохранности Большинство были, по-видимому, из мрамора, отблескивающего белизной в луче прожектора Общее расположение свидетельствовало о том, что когда-то это был огромный город на дне узкой долины, с бесчисленными отдельно стоящими храмами и вилами на пологих склонах Крыши обрушились, колонны подломились, но дух незапамятного древнего величия ничто не могло уничтожить Оказавшись, наконец, над Атлантидой, который прежде скорее считал мифом, я стал ее неутомимым исследователем По углублению в этой долине когда-то пробегала река Изучая пейзаж внимательнее, я выглядела остатки мраморных и каменных мостов, набережных, террас и пристаней, когда-то, видимо, утопавших в зелени и бывших прекрасными Охваченный энтузиазмом, я дошел почти до такой же глупости и сентиментальности, как несчастные клиентцы И поздно заметил, что южное течение, наконец, утихло, и теперь Ю-29 медленно опускался вниз, на затонувший город, как садятся на землю дирижабля А кроме того, я запоздало отметил, что стая необычных дельфинов исчезла Часа через два лодка улеглась на каменной площади неподалеку от скалистой границы долины С одной стороны, мне был виден весь город, спускающийся от площади к прежнему руслу реки С другой, в удивительной близости, возвышался богато украшенный и, похоже, совершенно целый фасад гигантского здания Очевидно, храма, вырубленного в утесе Каких трудов стоило создать такое титаническое сооружение, я мог только догадываться Невероятно широкий фасад явно скрывал уходящий далеко вглубь помещение, судя по множеству окон разного назначения Посреди него зияла огромная открытая дверь, которая вела поражающее воображение каменная лестница По краям двери я заметил искуснейшие барельефы, наподобные в актическом сюжете Над всем этим громадные колонны и фриза, и те, и другие украшены скульптурами невыразимой красоты На них, похоже, представлены пасторальные сцены и шествия жрецов и жриц, несущих странные ритуальные предметы, поклоняясь сияющему божеству Искусство феноменального совершенства, по виду напоминающее древнегреческое, но странно самостоятельное Оно разрушает впечатление ужасной древности, кажется более современным, чем даже последователи древнегреческого искусства Все это в целом, каждая деталь этой постройки ощущается как часть древнего скалистого основания нашей планеты Не могу даже вообразить, как она была вырублена Возможно, каверна или серия пещер послужили основой Ни время, ни долгое пребывание в воде не повредили религиозному величию жуткого храма, ибо это мог быть только храм И сейчас, спустя тысячи лет, он стоит нетронутый, не оскверненный, в бесконечные ночи и молчании океанской пучины Не могу оценить, сколько часов я провел, разглядывая затонувший город Его здания, арки, статуи, мосты и колоссальный храм, прекрасный и пугающий одновременно Хотя я знал, что моя смерть близкали, вопытство терзало меня, и я водил прожекторным лучом в нескончаемом поиске Луч света позволял мне рассмотреть множество деталей, но оказывался не способен высветить что-либо за распахнутой дверью скального храма Рассматривая его время от времени, я выключал ток, сознавая необходимость беречь энергию Сейчас прожектор светил уже ощутимо слабее, чем в первой неделе нашего дрейфа Словно бы обостренное предстоящим расставанием с жизнью, мое желание узнать хранящееся в океане тайно росло Я, представитель Великой Германии, буду первым, кто вступит в эти проходы, тысячелетиями пребывавшие в забвении Я достал и тщательно проверил металлический костюм для глубоководных погружений Попробовал пользоваться его переносной лампой и регенератором воздуха Хотя справиться с двойным люком в одиночку очень сложно, я верил, что мои навыки ученого помогут преодолеть все препятствия и пройти по мертвому городу 16 августа я осуществил выход из Ю-29 и прогулялся по разрушенным и заплывшим грязью улицам к ложе древней реки Я не увидел скелетов или каких-либо других человеческих останков, но нашел множество бесценного с точки зрения археологии От скульптур до монет Невозможно передать на словах мою скорпию культуре, пребывавшей в расцвете славы, в те времена, когда по Европе бродили пещерные люди Анил нес свои воды мимо необитаемых берегов Другие, пользуясь этими заметками как руководством, если их когда-нибудь найдут Пусть представят перед человечеством величие, на которое я могу только намекать Я вернулся в лодку, поскольку батареи начали садиться, приняв решение на следующий день исследовать пещерный храм 17 августа, когда я уже собирался отправиться к храму, меня постигло величайшее из разочарований Я обнаружил, что приборы, необходимые для перезарядки фонаря, пострадали от этих свиней в июнском бунте Моя ярость была беспредельной, но немецкое здравомыслие не позволяло рисковать, вступая без необходимого снаряжения в непроглядную тьму Где могло оказаться логово неведомого науки ворского чудовища или лабиринт, из запутанных ходов которого я никогда не выберусь Все, что мне удалось сделать, включить слабеющий прожектор Ю-29, в его свете подняться по ступеням и осмотреть наружные барельефы Столб света упирался в проход почти снизу вверх, и разглядеть что-либо за пределами порога оказалось невозможно Впрочем, не видно было и потолка, хотя я сделал пару шагов вовнутрь, осторожно проверяя пол, но дальше идти не посмел Более того, впервые в жизни я испытал ужас Мне стали понятны причины некоторых фобий несчастного клиента, потому что хотя храм притягивал меня все больше По отношению к находящемуся в его глубине я испытывал слепой и все же возрастающий ужас Вернувшись в субмарину, я выключил свет и долго размышлял в темноте Электричество следовало беречь для более важного Всю субботу 18-го я провел в полной тьме, терзаемой мыслями и воспоминаниями, грозившими разъесть мою немецкую выдержку Клиент, созвавший меня с собой, обезумел и погиб прежде, чем достиг этих зловещих останков невообразимо далекого прошлого Неужели и в самом деле судьба сохранила миросудок для того лишь, чтобы неодолимо увлекать к концу Более жуткому и немыслимому, чем в состоянии вообразить человека Несомненно, эти рассуждения – последствия чрезмерного нервного напряжения Мне следует отвергнуть впечатления, возникшие ввиду временной ослабленности Всю субботнюю ночь я не спал и, не заботясь о будущем, включил свет Мысль, что электричество иссякнет раньше воздуха и провизии, раздражала Мои мысли вернулись к легкой, безмучении смерти, и я осмотрел свой автоматический пистолет Под утро я, должно быть, уснул при включенном свете, поскольку, проснувшись вчера среди дня, обнаружил, что батареи мертвы Я истратил одну за другой несколько спичек и отчаянно сожалел расточительности, с которой мы зарасходовали недавно несколько имевшихся у нас свечей Когда последняя зажженная спичка погасла, я остался совершенно спокойно сидеть в темноте Пока я размышлял о неминуемой смерти, мой разум просматривал все прежние события и выявил нечто странное, что обратило бы в ужас человека послабее и посуевернее Голова светящегося божества на барельефах скального храма, точно такая же, как в нарезной фигурке, найденной у мертвого моряка, которую несчастный кленцы унес с собой в море Я была задачна таким совпадением, но не ужаснулся Только слабому уму свойственно объяснять уникальное и сложное примитивным замыканием над сверхъестественным Совпадение было странным, но я был слишком здравомыслящим, чтобы увязывать столь разрозненной или неким диким образом Увязать логическую цепочку события от случая с Виктори до моего нынешнего ужасного положения Ощутив потребность в отдыхе, я принял успокоительное и поспал еще Мое нервное состояние сказывалось и на снах, и я слышал крики тонущих, видел мертвые лица, заглядывающие в иллюминаторы Среди этих мертвых лиц было и одно живое Насмешливое лицо юноши с костяной фигурки Описывая мое сегодняшнее пробуждение, я сам отношусь к этому с осторожностью, потому что нервы у меня совершенно расстроены И видения смешиваются с фактами Мой случай очень интересен для психологов и очень жаль, что за ним не могли пронаблюдать компетентные немецкие специалисты Открыв глаза, первым делом я ощутил непреодолимое желание посетить скальный храм Растущее с каждым мгновением, оно казалось почти автоматически заблокированным чувством страха, сработавшим как тормоз Вслед за этим почудилось свечение среди тьмы, мне показалось, что я увидел фосфорисцирующее сияние в воде, пробивавшееся через иллюминаторы, обращенные к храму Это возбудило мое любопытство, ибо мне неведомо глубоководные организмы, способные всплывкать такое свечение Но прежде чем я успел всерьез этим заинтересоваться, появилось дополнительное ощущение, заставившее своей иррациональности усомниться в объективности всего, что регистрировали чувства Это была слуховая галлюцинация, ритмический, мелодичный звук какого-то варварского, но прекрасного распеваемого хором гимна, проникающий откуда-то извне, сквозь абсолютно звуконепроницаемую оболочку U29 Убежденный, что это признаки психического расстройства, я истратил несколько спичек и принял большую дозу раствора бромидонатрия, который, похоже, успокоил меня до уровня отключения звуковой иллюзии Но свечение осталось, и мне было трудно подавить желание подойти к иллюминатору, чтобы высмотреть его источник Она была настолько реальным, что вскоре я смог распознавать знакомые предметы вокруг, и видел даже пустой стакан из-под брома, а ведь я не помнил, куда его поставил Последнее заинтересовало меня Я перешел к каюту и ощупал стакан Это был именно он Теперь я знал, что свет или реален, или часть галлюцинации была такой стойкой, что у меня нет шансов справиться с ней Поэтому, отказавшись от сопротивления, я поднялся в рубку, посмотреть, что же именно светит Может, это другая подлодка, несущая шанс на спасение Читателю лучше не принимать написанное здесь на веру, ибо когда события выходят за рамки естественного порядка вещей, они неизбежно становятся субъективным и нереальным продуктом перенапряженного рассудка Поднявшись в рубку, я нашел, что свечения в море вокруг куда меньше, чем следовало ожидать Поблизости не оказалось никаких фосфористирующих растений или животных, и город, спускающийся к руслу реки, был окутан непроницаемым мраком Увиденное не было гротескным или ужасающим, однако убрало последние опоры доверия моему сознанию Вход и окна подводного храма, высеченного в скале, отчетливо горели мерцающим светом, будто от огромного жертвенного костра внутри Дальнейшие мои впечатления хаотичны Глядя на эти светящиеся окна и дверь, я стал жертвой необычайной иллюзии, настолько удивительной, что не могу даже внятно рассказать о ней Мне привиделось, что я различаю что-то в храме Какие-то предметы, неподвижные, движущиеся Казалось, снова зазвучал призрачный хорал, который я слышал, когда только проснулся Мои думы и страхи сконцентрировались на юноше из моря и костяной фигурке, облик которой повторялся на фризах и колоннах храма передо мной Я подумала о несчастном клиентце Где сейчас его тело с той фигуркой, которую он нанес обратно в море? Он предупреждал меня о чем-то, но я не внял ему, ведь он был мягко характерный рейдландец, обезумевший от событий, которые пруссак способен вынести без особого труда Остальное все очень просто Стремление выйти наружу и войти в храм стало для меня повелительным категорическим зовом, который решительно нельзя было отвергнуть Немецкая железная воля уже не контролирует мои поступки и проявляет себя лишь во второстепенных вопросах Это же самое безумие погнало клиентца к смерти, незащищенного, без какого-либо снаряжения прямо в океан Но я, пруссак и здравомыслящий человек, постараюсь использовать максимально то немногое, что у меня еще осталось Осознав, что идти придется, я подготовил водолазный костюм, шлем и регенератор воздуха Затем закончил эту поспешную хронику событий в надежде, что когда-нибудь она попадет в руки людей Я запечатаю эту рукопись в бутылку и доверю ее морю, окончательно покидая ее 29 Я не испытываю страха, даже несмотря на пророчество безумного клиента То, что я наблюдаю, не может быть правдой Я знаю, что это следствие моего безумия и по большей части объясняется кислородным голоданием, поскольку воздух у меня заканчивается Свет внутри храма чистейшая иллюзия И меня ждет смерть, достойная истинного девтонца в непроглядной черной глубине океана Дьявольский смех, который я слышу, дописывая эти заметки, порожден моим угасающим рассудком Так что сейчас я тщательно облачусь в водолазный костюм и смело отправлюсь вверх по ступеням в древний храм В эту безмолвную тайну неизмеримых морских глубин и несчастливых лет